Беремо режиссуру зараз. Все знают такого ведомого режиссера, как... Я хочу его звать. Ну все же его знают. Ну что вы не знаете, что ли, этого режиссура? Ну как его там? Не, 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 не. В «Заказ до рассвета» снимал еще. Тарантино? Тарантино. Квентин Тарантино. Вылетело просто с головы. Ну, он же снимал фильмы про самого себя. Ну что там думать о Квентине Тарантино? Ну, он берет эпизодичную участию в своих фильмах. Да какие эпизодичные? Просто про себя он снимал кино. Возьмите любой его фильм, это фильм про него. То есть это все, вон там главный герой. Это в Лос-Анджелес, в Лас-Вегас, это же тоже его фильм. Это его ранние работы берем туда. Это все оттуда же. То есть как человек свои внутренние переживания излагал в виде такой, как наука, синемология. Вот он излагал себя в таком варианте. То есть здесь не надо искать никаких каких-то подводных камней. Нет, человек взял и сам себя транслировал в кино. То есть он поставил свое видение мира, показал зрителю все. И зритель, в принципе, впитал и понял, что, оказывается, я один такой. То есть вот эти жесткие переходы от насилия, от любви к насилию, моментальные переходы. Это же Тарантино свойственно, что когда был спокойный-спокойный сюжет, тут бац, все в крови, всех убило. Или, например, все ехали-ехали, бац, разбились и никого нету. И никто не выжил. Вот это, да, это ему свойственно. То есть он показывал, как он воспринимает мир. То есть переход... У него мир очень контрастный. Его психовосприятие мира было контрастным. Либо да, либо нет. Либо белое, либо черное. Либо хорошо, либо плохо. У него нет переходного варианта. То есть если он там... От здоровой жизни до наркотиков доли секунды проходит между тем, как человек принимал наркотики, а не принимает наркотики. Поэтому вот в фильмах, если глянуть, то у него жесткий переход. Он хотел показать вот эту вот конверсию мира в его внутренний... То есть его внутренний мир и конверсию мира он видел именно так, что мир переворачивался для него мгновенно. Вот это, я думаю, что его творчество транслировалось для нас. Но мы уже каждый сам за себя. То есть кому-то это бредовые фильмы, я знаю. То есть люди не понимают эти фильмы. Да не хотят понимать, да в принципе и не надо понимать. Если не нравится, что там понимать? Хотя есть такой психологический момент, что человек в принципе, если брать школу, обучение, высшее образование, то человек растет всегда на своем внутреннем сопротивлении. То есть когда мы переступаем через себя, прилагаем усилия, мы пытаемся и растем. То есть вот как только мы сделали попытку, эта попытка для нас была тяжела, мы ее запомнили, мы перешли в стадию психологического роста. Поэтому если взять искусство, то понимание искусства точно такой же опыт переживания. И для того, чтобы перейти из стадии созерцателя-наблюдателя в человека, понимающего искусство и пытающегося разобраться в нем, для этого надо приложить усилия и пытаться вникнуть в это искусство. Особенно в то, что вам не нравится. То есть вот не нравится современное искусство, там какие-то графики и так далее. Вот надо взять и заставить себя пойти, поговорить с теми людьми, кто рисует, попытаться постоять и понять, что человек хотел выразить. Вот это вот напряжение сил и эмоций, вот это внутреннее ваше сопротивление откроет новый мир для самого человека, для самого себя. Внутреннее открытие. Когда через какое-то время вы поймете, ага, так здесь есть какой-то смысл. Так вот, что автор хотел сказать. Так я, может быть, разгадал эту загадку. То есть вот это вот внутреннее напряжение сил всегда вознаграждается психологией. То есть психология человека устроена так. Если вы не напрягаетесь, вы не растете. Вы напрягаетесь, вы растете. Искусство призвано человека напрячь. Ну это мое личное мнение, но большинство, например, не нравится симфоническая музыка? Вперед, на концерт, сходить, посидеть, почувствовать. Вы будете там не один, вы пропитаетесь вот этой атмосферой. Театр давно не были? Пожалуйста, в театр зайдите, почувствуйте, как актер себя преподносит. Есть уже современные театры. Я не знаю, как в Житоми, но в Киеве точно есть современный театр. Поэтому, ну что тут сказать? Напрягаемся и растем. Ну классная парада, до речи. Я даже для себя подумал, что нужно сделать это. Сейчас сделать, что мне не нравится. Не, постоп. Я сам про мастерство сейчас скажу. Ну, я хочу, чтобы был осадок остался. То есть человек без усилий не растет. Сделаешь усилия, перейдешь на новый этап просто. Не сделал усилия, ничего не произойдет. Вы останетесь таким же и будут те же самые результаты, которые были в жизни до сегодняшнего дня. Тройка. Мы об этом. Мы об этом хотели. Поговорить с вами, дорогие друзья. Искусство. Современное искусство тем более. Его никто не понимает. Сам автор не понимает. Зато мы в этом разберемся. Да, да. Давайте присылайте нам образцы. Будем искусство, будем их психологически раскладывать. Что там автор хотел нам поведать. Уже можно было бы так, дурочек. Что у вас есть? Стихи, например. Очень интересны стихи, очень интересны книги, очень интересны ролики на ютубе смотреть, когда человек сам себя, например, презентует в ютубе. В фейсбуке очень интересны. То есть, что человек выкладывает, в принципе, это книга его жизни. Если вы возьмете ленту человека и посмотрите туда, не надо ему звонить и спрашивать, как дела. Там все написано в этой ленте в фейсбуке. Если вот раз вам пост выскочил депрессивный, и человек вот так переживает сегодняшнюю минуту этого дня. Так что… Доброе. Есть такие видосики, знаешь, там девчатка снимает маленькие. Ось я себе купил сегодня помаду, она очень классно складывается. Что можешь сказать про таких девчаток? Это же маленькие дети, господи, им дали камеру. Нет, так а чего? Просто дали им камеру? Нет, что-то в голове у них происходит. Значит, у человека есть… там процесс самопознания и самоидентификации может идти через презентацию себя. Где себя можно презентовать сейчас совершенно спокойно? В ютубе. То есть, снял себя на телефон, выложил в ютуб. Пожалуйста, ты, в принципе, сам для себя уже звезда. Да, если еще кто-то лайкнул, все, труба. В общем, не подходи и никто здоров… И можно уже не здороваться. Я звезд, да… Как тяжело быть звездой. Вы можете не здороваться на улице. Ну, в общем, если вернуться к этому, есть два варианта. Коммерческий вариант и некоммерческий. Если это порыв душевный человека рассказать о том, что он купил, ну, формально это можно определить как процесс идентификации его как потребителя. То есть, вот он хочет преподнести, что вот он нашел, он потратил усилие, то есть она вернее, она потратила усилие, нашла вот эта помада, она настолько ценная, и человек об этом транслирует. Я сомневаюсь, что это этот вариант. Тут, скорее всего, вариант… Чем глупее ролик, тем на него… Есть два контраста в YouTube. Значит, чем глупее ролик, на него клацают, ради… Ради интереса. Что ж там люди смотрят? Ты так сидишь, там уже десятая секунда, ты так сосредоточенно смотришь, думаешь, так, не, все, вышел оттуда. Ну, ты-то нажал, просмотр сделал. И есть ролики такие, которые там мотивационные, типа вот как вирусное видео, там, Just Do It. Вот это на одну минуту чувак ходит, кричит на камеру, и всем это нравится. Ну, что поделать? Тут можно сказать только одно, что человек самовыражается. Если самовыражение идет через помаду, через потребительство, значит, таков уровень человека. Можно дальше не смотреть, я к чему вижу. Так, друзья, самовыражайтесь. А сейчас мы переходим к брейн-фитнесу. Да, потому что брейн-фитнес. Бейн-фитнес Что сегодня равно? О, сегодня у нас творческий, творческий. Значит, мы уже определили, что брейн-фитнес хорошо получается у музыкантов. Ну, потому что у них развиты асинхронные движения левой и правой части тела. У барабанщиков. Значит, у барабанщиков это берем. И еще есть одна профессия, которая, ну, практически образец для брейн-фитнеса, это дирижеры. Значит, мало того, что он слышит двумя ушами по-разному, он еще может на это реагировать, еще он это показывает и предвосхищает, кто где халтурит. Вот это для меня всегда была загадка. Значит, сейчас мы делаем упражнение для дирижеров, то есть дирижерское упражнение. Значит, оно очень простое. Значит, одной рукой мы вводим вверх-вниз, а второй по горизонтали. Вот такое легкое, можно вот такое, да. И сразу меняем руки. Меняем руки. Вот так. Я пошел в восьмерки. Значит, вверх и по горизонтали. Одна рукой двигается по горизонтали, вторая по вертикали. И потом резко меняем. И пробуем это поменять так, чтобы это было плавненько. То есть поменять нужно плавно. Смысл этого упражнения в плавной замене движений рук. То есть оно должно быть, как бы, такое вам приятное. То есть, ну, в принципе, чем плавнее движение, тем легче его выполнять. Такие угольные упражнения, не очень удобные. А вот не жесткие, пожалуйста. То есть вот такое упражнение. Это такое упражнение на развитие асинхронного движения вашего тела. Крутое, блин, фитнес. Мне сподобилось. Ну, так еще. Ты ж музыкант, поэтому ты сразу, и ты играл, и ты поменял. Ну, не знаю. И вот смысл плавный. Здесь они складные, наверное. Не, они складные, но плавные. Не, вот это как бы, как Брежнев. Такой рукой. Ты сделай, как режиссер. То есть, покажи, там, два пальчика согни. Ну, троймой, так, о, да, как-то так. Войди в образ. Представь, что у тебя двадцать тысяч зрителей, и ты в Сиднейской опере. То есть, тебя пригласили после ранок-сведанок. Что вы имя даты? Памеру? После ранок-сведанок. Так, не халтурь, не халтурь. Так, 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 я тебе завертаюсь. Тоби, доби, доби, доби. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА